В Якутске состоялось торжественное открытие международного кинофестиваля. По красной ковровой дорожке прошли звезды кино Якутии и приглашенные гости мероприятия. Подробнее о том, как прошло открытие, расскажет Нюргуяна Васильева. В Якутск приехали свыше 50 участников, истинных ценителей кино из России и 12 стран мира. Герои сегодняшнего срочетания прекрасных плагий, элегантных смотин, как шестер и по красной дорожке. Каждый шаг по ней нас приближает к большому празднику в Кино Якутии. Именно по традиции отсюда начинается открытие кинофестиваля. Герои аплодисменты, друзья! Государственный совет на приспорить Исакай-Ингитет, художественный руководитель, красавчик и деятельность обновления кинофестиваля, народный артист России Андрей Савич Борисов. Кинофестиваль Кинофестиваль – это большое такое культурное событие, где мы можем ознакомиться с разными фильмами разных стран. Что для вас означает проведение именно на нашей земле нашего собственного международного кинофестиваля? Только гордость. Гордость за нашу республику, за наше кино, которое, в общем-то, процветает, и хочется, чтобы оно вышло на мировой уровень, наше кино. Молодцы, Маша, ребята молодые. Да, да, приятно, что в нашем городе проводят кинофестиваль каждый год. За главный приз кинофестиваля «Золотые снежные очки» будут бороться 9 игровых и 7 документальных фильмов. Но победителями станут два фильма по двум направлениям. А третий приз фестиваля выбираем мы с вами, дорогие телезрители, посредством голосования среди якутских картин в номинациях «Лучший якутский фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» на сайте joker.kt.ru. Несмотря на то, что мы не попали в основной список фестиваля, мы надеемся, что приз зрительской симпатии будет нашим. Так что, дорогие зрители, голосуйте за наш фильм «Мумутар». В течение всех пяти дней будут показы конкурсных фильмов, интересные мастер-классы от метров кино. Кроме этого, якутяны смогут посмотреть около 60 вне конкурсных картин. Организаторы сделали отдельную программу даже для самых маленьких. Для них будет специальный показ анимационных фильмов. А центром кинофестиваля станет ЦАХ «Академический театр». Все фильмы можно будет посмотреть в двух залах театра. Также показы будут идти все дни фестиваля в кинотеатре «Зум» и в «ГИК-кафе», куда вход свободный. В рамках фестиваля в течение трех дней в кинотеатре «Лена» будет представлена специальная программа Каннского фестиваля, но уже на платной основе. Несмотря на хорошее настроение участников, русские покидают волнение и надежды на то, что их работы не разочаруют зрители и уважаемые жюри. Ну а то, кто же победит и получит приз «Золотые и снежные очки» фестиваля, мы узнаем только 21 августа, на третий кинофестиваля. Ну и я вам желаю окунуться в мир хорошего кино и наслаждаться просмотрами фильмов в эти дни. Продолжение следует...